Я уже доклад один делал по Платону на самом деле, просто его не видел. Я там с использованием греческих терминок, и там пытался доказывать на основе текста. А сейчас я хотел просто логику самого Платонского Парвенида сопоставить с логикой самому Парвениду, который в своем трактате о природе. Я изложил свое представление о том, что все есть одно. Хотел эту логику сопоставить и попытаться выстроить некое движение от Парвенида к Платону. Ну и дальше там через Платон и Криспетру. Причем это движение будет чисто умозрительное, чисто такое мысленное движение. И оно связано просто с развитием философии. Как я понимаю, с развитием того, что я называю философией схемы. Для того, чтобы обратиться к этому, надо сначала посмотреть, некое начало Парвенида для того, чтобы просто тему самому вести. Платон, когда в своем диалоге обсуждает саму тему, он вводит ее с той стороны, что сначала Парвенида и Зенот в каком-то отношении представляет свою позицию. В чем состоит эта позиция, если брать ее с логической стороны? Это позиция Парвенида. Парвенида и Зенот. Позиция в следующем состоит, что есть одно, одно, а многое, многое только мнится. Многое только мнится. И вообще говоря, возможность многого в философии Парвенида походится на том, что допускается несущее. Допускается небытие, и поэтому как бы многого на самом деле нет. Так, сколько-то это допускается небытие. То есть не существует, да? А одно есть. Ну как вот одно есть, это просто доказывается. Я уже рассказывал много раз, что изначальная статуя в позиции состоит в том, что случаев много, и эти случаи даны в восприятии. Восприятие, но на самом деле в мышлении мы понимаем, что небытие нет, значит границы на самом деле нет, все сплачивается в некий шаг. Мономитный шаг, шаг. Но это уже с позиции мышления. То есть в позиции мышления у нас есть шаг, шаг, бытия. И получается на самом деле, что разбиение одного и многого проходит по линии разбиения, мышления и восприятия. Это вот важное, как бы, просто я нарисовал, чтобы просто пояснить, что у параменида на этой стороне мышление, мысль, да? А на этой стороне чувственное восприятие. То есть вот это вот разбиение, вот, три противопоставления. Одно многое, есть, нет, не есть, несущее, да? Давайте, конечно, чтобы было симметрично, не есть. Мысль, чувственное восприятие. Конечно же, вот параменид, когда здесь доказывают, он говорит о двух путях. Ну, те два пути, что есть и не есть, они на самом деле есть. И посмотреть в целом, они только возможны в некоторых ситуациях. То есть, как эта ситуация разворачивается, что Платон, то есть, применит, когда обосновывает свою позицию, что это все есть одно, он ведь сначала исходит из некой позиции, где возможно говорить о том, что есть несущее в каком-то смысле, хотя бы в смысле высказывания, он говорится ведь как, что есть два пути, есть и не есть, да? Так вот, допущение не есть или допущение несущего? А тут сущие, да? Оно ведь должно было быть сделано с какой-то позиции. Ведь если мы изначально говорим, что небытия нет, да, если мы говорим, что несущего не существует, то мы предположить этого не можем, но мы же откуда-то это предполагаем. И мы можем предположить эту позицию только с позиции множественности. То есть, иначе говоря, эти одно и много как бы нельзя разделять. Когда позиция параменида рассматривается, она должна быть в одной, рассматриваться как вот некая одна. позиция, да, а именно вот то, как вот я выписал три противопоставления. И когда Платон излагает позицию параменида, он точно так же говорит, да, что параменид наставит, что есть одно, как бы, а зенот доказывает, что глупо предполагать многое, потому что из этого следует много противовещий, что как бы многого нет. То есть, они оба, они доказывают одну позицию. Но вот если есть такие три противопоставления, то какие тут возникают именно логические проблемы? Что в чем самое главное? Самое главное, что вот одно и многое, оно разбивается по линии мыслей и чувственной восприятия. Потому что кроме одного мыслей, ну, тут надо как бы еще пояснить, на самом деле, что одно изначально в его позиции представляет собой мысль. Как их происходит рассуждение? Вот эти сущие разные, да, которые даны восприятия, мышление, на самом деле, представляет собой единый шар. Но вот это вот одно шаро, то, что это вот шаро одно, оно, на самом деле, дано только в мышлении. То есть, мы, на самом деле, только мыслим, это мышление. Это мышление, а это восприятие. То есть, надо доказать, что это одно существует. И доказывается это тем способом, что быть и мыслить одно и то же, да. И тем самым, как бы, из одного, который только мыслится, доказывается бытие этого одного. Бытие одного. То есть, вот этот ход логический, да, что быть и мыслить, он, на самом деле, как бы, ну, специфический ход. Он, как бы, в самом трактате Парменидовано объясняется тем способом, что невозможно ни высказать, ни мыслить того, чего не существует, да. И всякий раз, когда мы мыслим и мы что-то высказываем, мы высказываем только то, что есть, да. Но, тем не менее, ведь, если основываться на этом и высказывать, что быть и мыслить одно и то же, то следует допустить, что всякая чистая мысль, да, всякое содержание, оно по этой формуле должно было бы быть, должно было бы существовать. Например, как у Платона такими чистыми содержаниями, да, такими чистыми мыслями выступает, там, всякого рода, там, вот, понятие, да, там, справедливое, там... Добро, там, великое, там, подобное и прочее. Иначе говоря, позиция Зенона и Парменида, она критикуется с той позиции, что в мышлении на самом деле есть не одна мысль только есть, а есть на самом деле много мыслей. И значит, получается, что одно и многое проходит по линии не развлечения мыслей и чувственного восприятия, а что на самом деле изначально надо поставить заново весь вопрос в соотношении одного и многого. При том, что, как бы, вот это развлечение мыслей и чувственного восприятия непонятно, как проходит здесь. Вот одно и многое, на самом деле, и здесь есть чувственное восприятие и мышление, да, и здесь есть чувственное восприятие и мышление. То есть изначально вот весь вопрос надо поставить заново. И Сократ, как бы, вот если вот позиция Парменида Зенона была, вот Сократ позиция, да, другая, она состоит в том, что он ставит этот вопрос следующим образом. Он говорит о том, что нельзя ли вот на самом деле предположить, как бы, что есть некие понятия, да, или там, лучше говорить, эдисы, да, вот есть некие эдисы, которые сами все существуют. И каждое сущее, вот каждое сущее, оно приобщается к этим эдисам. Если оно приобщается, допустим, к эдису многого, то оно становится многим, а приобщается к эдису единства, к эдису одного, оно становится одним. Ну, действительно, как бы, мы, как бы, имеем переднюю, заднюю сторону, вверх, вниз, там, руки, имеем там, две руки и прочее, да, и к этому мы, тем самым, причастны к многому. А один, на самом деле, ну, каждый из нас, не некая ценность, как бы, представляет собой человека, как такового. То есть, вот, позиция совершенно другая, вот, одно и многое, оно, на самом деле, выведено за рамки сущих. Вот здесь одно и многое, оно, на самом деле, прямо было в сущие погружено, да, потому что многие, на самом деле, чувственные восприятия, они, как бы, были многие из этих, многие из сущих, да. А здесь, как бы, сущие осталось, вот оно как, и многое перешло в какой-то другой разряд, в разряд, как бы, вот эдисы, да, тем не менее, сущие тоже остались многими. Но теперь в сущих произошел разрыв того, что можно было бы отнести к чувственному восприятию, и разрыв того, что можно было бы отнести к мысли, по отношению к одному и тому же сущему. Но вот как происходит диалог по поводу того, какие гипотезы отсюда следуют, потому что надо же обосновать, что так можно эйдес какой-то отделить, эйдес – это образ буквально, что его можно отделить от самой вещи. Вот здесь же он не отделен, здесь же просто взятый и рассмотрен вопрос совершенно безотносительно того, что представляет собой каждый отдельный сущий, какой она определенность, имеет ли она определенность мышления или имеет ли она определенное чувственное восприятие. Тут просто, в принципе, изначально выхвачена некая мысль о каком-то определенном аспекте. И все остальное просто по закону отрицание. То есть, на самом деле, это рассмотренное изначально одной есть мысль, а все остальное – это просто есть отрицание этой позиции. И это делается по простой логике того, что у нас существует разбиение, весь мир как бы развивается по параметрам. И если мы задаем этот параметр, то все остальное просто становится как бы отрицанием. То есть, мы выбираем нечто, какой-то параметр, в данном случае бытие мы выбрали, а все остальное разбилось по этому параметру, как все остальное. Причем с бытием, с этих параметров связано не только бытие мышления, есть одно, а все остальное как отрицание – многое не есть и чувственное восприятие. Так вот, если теперь просто рассматривать быстро какие гипотезы возникают, там опять же, что интересно. Интересно то, что в диалоге Платона, на самом деле, нет понятия «вещи». Понятия «вещи» нету. Если их брать подлинные греческие, то там есть понятие «многое». И причем в это «многое» входят как бы и «вещи», и понятия в нашем смысле. То есть, как бы, вот это есть некое не расчлененное. Поскольку многие являются не расчлененные, то и элисы, к которым многое приобщается, они точно так же не расчлененные. Они как бы не разделены, элисы, на чувственно воспринимаемые элисы. То, что мы бы назвали образы, чувственные образы. Есть чувственные образы, да? И, как бы, есть понятия. То есть, элисы, в смысле понятия, это то, что, как бы, у Платона, на самом деле, имеются идеями. Тут элисы, а тут идея, это в суровом смысле различие между элисами и идеями, как раз и проходит по линии того, что идеи представляют собой некие чистые мысли, а элисы представляют собой образы. Либо, на самом деле, эти представляют собой либо образы чувственные, либо, на самом деле, понятия, которые относятся к отдельным существам. Вот, типа, как человек. Вот, есть человек, да, вот, человек. А вот, есть понятия человека. Вот, есть конкретный единичный человек, а есть понятия человека. Человек как понятия. То есть, вот, элисы вот эти, да, которые, вот, они являются, собственно, как бы, элисом являются понятия, либо чувственные образы, либо понятия, которые относятся к отдельным единичным существам. А вот понятия общей идеи, да, вот, они, вот, представляются бы, вот, только, ну, представляются бы вот этими идеями. Потому что с этими идеями связано вот рассуждение Парменида. Когда речь идет об ипотезе о том, что, что если элисы являются мыслями, да, вот там вот возникает некое рассуждение, скрытое рассуждение, упирающееся на идеологию Парменида. Ну, сейчас мы до него доведем. Вот, в чем состоит первая гипотеза? Вот, первая гипотеза, если мы, как бы, базируемся на том, что вот элисы, на самом деле, они не расчленены, по самому диалогу не расчленены. Там-то Клатон их, наверное, различал. И, в принципе, как бы, диалог-то построен так, что задача ставится из какого-то далека, да, то есть, задача ставится из позиции, на которой находится Парменида Зинова. Так вот, из этой, по-другому, позиции, как бы, первоначально вообще сделано различение между элисом, элисом, и то, что к нему, то многое, которое к нему приобщалось. И поэтому элисы, я говорю, объединены как чувственно-воспринимаемые элисы и элисы мысленно. Так вот, первая гипотеза, элисы, есть нечто, как бы, чувственно-воспринимаемое. И там возникают две возможности. Либо в каждой отдельные вещи, когда чувственно-воспринимаемые элисы, кстати, когда в них говорится, то даже в самом тексте греческом, как бы, используя другие слова, говорится о том, что элисы, как бы, во многих, да, то есть используются, как бы, в некие выражениях, и используются, вообще говоря, образы и аналоги, где элис тоже, как, не представляет собой, как бы, некую вещь, да, как бы, она тоже может дробиться, там, и прочее. Так вот, она либо в каждой отдельные вещи, да, или в каждом отдельном многом, лучше говорить, потому что, хотя здесь и идет и речь о вещах, поскольку вот изначальная постановка, что элис с нечистою воспринимает, то есть вещи, да, во многих, да. Ну, это противоречит тому, что, получается, что элис разорван, он с одной стороны одно, а с другой стороны много. Ну, почему он одно? Потому что он отделен, а почему много? Потому что он в каждой отдельной вещи. Либо он, как вот, некое пространственное покрывало, покрывает отдельные вещи, да, вот. И опять мучается, что элис тогда делится, потому что не весь элис над каждой отдельной вещью, а некоторая только часть его. А делиться он может, по предположению, потому что элис вот нечистое воспринимает. Ну, это вот не очень интересно, но просто здесь важна логика. Логика из-за чего состоит? Это перебирается различные варианты. Во-первых, начинается с чувств. Может ли элис положить как нечистое воспринимаемое? Нельзя положить элис, да. Вот возникает представление такое, что не решить тогда противоречий соотношения в элисе одного и многого. Потому что элис должен остаться один с одной стороны, а с другой стороны к нему должно быть мощь как-то приобщаться много. Если элис нечистое воспринимаемое, то представить, как это происходит, невозможно. Возникает противоречие. Тогда вторая позиция возникает. Вторая. Вот элис – это нечто мыслимое. Мыслимое. Тогда опять возникают две возможности. Первая возможность связана с тем, что мы восприятие воспринимаем нечто под некой идеей. Когда элис мыслимое, оно на самом деле становится идеей. Это потом будет элис. Под некой идеей воспринимаем. Как он пишет, что мы берем и неким общим взглядом усматриваем некую общую идею во многих великих. Но если мы так рассматриваем элис, то у нас получается редукция бесконечности. Потому что мы можем вместе с великими поставить в один ряд сам элис. Элис великости. Тогда это будет новый элис великости. Элис великости – это один, это два. И так далее возникает элис великости три и прочее. Элис размножается и получается некий регресс. Чтобы его преодолеть, необходимо посмотреть еще одну гипотезу. Это связано с тем, что элис есть мысль. Элис – мысль. И, собственно, весь интерес, я причем так пробегаю, связан с этим. Потому что развитие темы Пальмиида связано с тем, что элис есть мысль. Потому что если элис есть мысль, то тогда возникает тема того, что такое вообще, так говоря, мысль. И вот тема Пальмиида. Потому что мысль, как бы, есть мысль о чем-то. Потому что мысль, как бы, всегда является переходным составом. А как на Пальмииде? Либо тогда эта мысль мыслит вообще все, либо мыслит себя. Это связано будет с выводами. А сначала мысль есть мысль о чем-то существующем. То есть о существующем или не существующем – та же самая дилемма, как у Пальмиида. Два пути – либо есть, либо нет. Мысль есть мысль о чем-то. О чем-то. Дальше – существующим или не существующим. Существующим. Да? Вот логика так идет. Существующим. Но если мысль есть о чем-то существующем, то она, согласно Пальмиида, будет и мысль одно и то же, то то, что мыслиться, оно существует. Считаешь, как одно здесь существует – та же логика. Вот здесь фактически просто воспроизведена логика Пальмиида. Получается, что мысль, вот эта, да, мысль, любая мысль вообще, мысль, она на самом деле всегда мысль сущего видения. Сущую идею. Потому что, согласно логике того, что будет и мыслить одно и то же. Если мысль мыслит о чем-то существующем, то она всегда мыслит за некую сущую идею. Причем эта сущая идея, опять же, это сроки идеи на самом тексте. Так как в переводе и в нашем стадии вот так – это сущая опущенная. мыслить сущую идею. И Эйлис тогда собой представляет Эйлис, согласно Платону, да? Он представляет вот одно, вот это одно, которое вот здесь – одно быть. то есть мышление как бы вот об этом одном, и есть тогда Эйлис. Поскольку вообще на самом деле здесь важно вот заметить, что у Платона ведь вся проблема стала в том, что в мышлении кроме одного есть очень много разного содержания, очень много чистых мыслей. чистых мыслей есть. Я уже об этом говорил, там справедливость, там добро и прочее. И как-то надо быть с ними, потому что все они, согласно логике быть и мысли одно и то же, все так же существуют. И тогда почему Эйлис является только вот именно этим одним? Потому что идея вот как бы как нечто существующее, как сущая идея, она вот раскладывается на характеристику быть, это вот как раз относится к Эйлису, да? И на характеристику определенности. Вот характеристику определенности, она как бы здесь как бы, я заковыщиваю, потому что она как бы не обсуждается в самом деле. А на самом деле, вот это вот одно быть, оно понимается как вот такой термин, как бы здесь уже надо по гречески написать, Эйной. Да? А вот определенность можно определить вот у этого. Так, подожди, то есть это одно быть, это просто какого-то говоря несущее? Не, одно быть, это бытие лучше говорить. Одно быть, бытие, все это? Да. Несущее? Несущее. 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 Несущее за то, что существует, поэтому оно одно быть вводит. Ну да. На самом деле, смотри, можно применить рассуждение Паременида не ко всему миру, да? А применить к какому-то конкретному сущему. Вот есть конкретное сущее. Это конкретное сущее состоит из многого. Но у него ведь точно так же на самом деле все сплошилось, и точно так же у него есть этот момент быть. Каждый отдельно. Не весь мир. Ведь что сделал Пареметь? Пареметь применил свое рассуждение ко всему миру. Он говорил, что либо быть, либо не быть, и это относится ко всему миру, и весь мир, как бы, весь космос представляет собой один монолитный шаг. Хорошо. А если мы возьмем отдельное, конкретное сущее, вот этот диван? Он точно так же состоит из многого. Но это многое оно каково. Но точно так же это многое сплачивается, да? Небытия нет. И оно представляет собой тоже некий монолит. Тоже вот некий монолит быть. Но только в составе этого дела. И поэтому, когда здесь говорится о быть, то вот когда о быть вот этой сущее идей, то это некое быть уже внутри вот этого огромного шагра. Это не весь, то есть произошла своего рода некая локализация, да? Если так можно выразить. У Пареметь речь идет о всем, да, весь мир. А в данном случае речь идет уже о конкретных каких-то сущих. Вот, например, есть сущие идеи. Но идей-то много. Изначально как бы идей много, не просто одна идея. Вот у Пареметь это одна идея, а только одно. Других идей нет. Одно было мысленным. Оказывается, что оно существует. Теперь идей много. И эти сущие, они тоже точно так же есть. Но если их много, вот возникает же та же проблема Парменида. Вот, допустим, идей много. А между ними-то еще не бытие, что ли? Вот в чем проблема состоит. Вот идея одна сущая, идея два, идея три. А между ними как? Ведь это же в каком-то, если они сущие, значит они должны тоже сплачиваться в одну идею. Правильно? Как с этим быть? Вот эта проблема состоит. Если идей много, и все они как бы по логике самого Парменида, которая здесь приведена, все это должно было бы схлопываться в некую нечто одно. И опять мы вернулись бы на позицию Парменида. Но этого не происходит. И чтобы это не произошло, нужно удержать. И, собственно, весь идеолог посвящен тому, как это понимать, что идей-то много. Была идея одна, и была мысль одна об одном. Теперь мыслей много, допустим, о добре, о справедливости, и все эти вот чистые мысли, все это очень так же существует. И стало много мыслей. И вот соотношение одного и многого, оно изменилось. Как я говорил, что теперь как вот нельзя вот так вот провести, или это в строгую линию. Теперь в одно, как бы, и получается, что на стороне мыслей много, и на стороне мыслей много. И надо с этим как-то справиться. Так вот, что интересно про определенность, возвращаясь сюда. Тут это ген-эйне, а вот есть такой термин, а есть тут, тоти ген-эйне. То, что, как бы, в нашем тексте переводится как суть бытия. Как бы, такой термин странный, все обсуждают, почему он такой странный, никто понять не может, откуда он берется. Это, как бы, одно из обозначений сущности. Так вот, если теперь посмотреть на этот термин, да, который относится к одному быть, и на этот термин, то выделяется два одинаковых глагола. То есть, мы говорим, вот сущий быть. Как бы, просто имеется в виду, что вот некая быть, да, без относительной, как бы, определенности. К нему относятся два вопроса. Во-первых, вопрос о том, что он одно, а во-вторых, вот, тоти, вот это, буквально, что? То, что есть, то, что было. То есть, вот, и есть вот эта определенность. У нас два, две характеристики. Характеристики единства, как быть. Потому что вещь едина со стороны своего бытия. Потому что она сплачивается внутри. Любой конкретный диван, любой сущий, она сплачивается внутри себя в некое одно быть. Но оно так же сплачивается, но оно же есть некая определенность внутри себя. Вот эта определенность, как бы, она вот в Аристотеле точно так же, по такой же формуле, как ген-эйне, так и по этой же форме, тоти-эйне, как определяется, как вот определенность. То есть, мы вот получили нашу стандартную схему того, что всякое сущие, не только идея. Просто в данном случае идея, но вообще всякое сущие, оно разбивается на нечто, как некую характеристику бытия и другую определенность. На существование и сущность. Вот это вот различие уже проведено. Фактически оно присутствует, видимо, уже у Платона. То есть, оно, на самом деле, как бы не договорено пока, но оно присутствует. Так вот, что тут интересно там? Что, получается, что диалог как бы заканчивается вроде ничем. А, еще есть там образец, да? Еще третья есть гипотеза. Она тоже связана с тем, что люди ломают голову там. Чего там с этим образцом-то? Откуда он вдруг взялся? Есть даже, они думают так, что если вот первая связана с чувством воспринимаемой гипотезой, или вторая связана с мысленной гипотезой, как бы, оказалась несостоятельной, то, конечно же, образец почему-то является состоятельным. Хотя, прямую в тексте написано, что это предположение. Что такое предположить образец, да? Как бы, эйдес – образец. И кажется, что как будто бы здесь ответ. И даже в Википедии и везде, я не знаю, по-моему, даже у Лосева, как бы, образец. Как бы, что ответ, как бы, что такое эйдес – эйдес – это образец. На самом деле, логика здесь, на самом деле, другая совершенно. В чем тут дело? Дело в том, что если эйдес является… Внутри эйдеса, как бы, смешанный эйдес воспринимаемый, чувством воспринимаемый, да? И эйдес, как бы, в который только мыслится, то, что называется идеей. Потому что все, что мыслится, то является идеей. Но здесь, на самом деле, есть вопрос. Потому что мыслится две вещи, да? Я просто, как бы, здесь это… Здесь есть вещь, которую я, как бы, еще и время сам понимаю. Мыслится две вещи. Во-первых, мыслится идеей… Мыслится… не идеей. Мыслится… Общие понятия, которые относятся к сущим. Да, вот, допустим, к вещам. То, что называется родоевиды, да? Родоевиды. А второе, как бы… Мыслится некие… Общие понятия, но только в смысле категорий. Да, некие просто чистые понятия. Общие понятия тут тоже. И общее понятие в смысле категорий. Вот, как бы, здесь есть разница. И, на самом деле, я вот думаю, что только категории являются… Только такие понятия, которые являются совершенно общими, да? Которому нету… Никакой определенной, там… Сущности… Восприятия, только они являются чистыми идеями. Ну, так, вообще-то, мы всегда и мыслим, что такое чистая мысль, да? Что такое чистые понятия? То понятия, вот… Которому нет никакого… Которого невозможно… Это нет смысла искать, как бы, восприятия, да? Эти там не найти, поскольку они все… И являются только чистыми понятиями, и все. Вот это и есть, как бы, идея. А вот… А все-таки роды и виды, они каким-то образом существуют. Да, само… Как бы… Ведь у Аристотеля они существуют тем способом, что… Через первые сущности, да? То есть, через единичные сущности существуют роды и виды. Ну, вот тут у меня, как бы, еще не очень понятно, на самом деле, как надо это решать вопрос. Пока я это, как бы, оставляю разговор. И поэтому, поскольку… Ну, все равно это никак не влияет на вот это различие, да? Они считают, что и эдесы, они, как бы, вот, чувственно воспринимаемы и мысленные. И они объединены здесь. И вот для того, чтобы… Вся проблема, на самом деле, которая связана с тем, почему не удается решить предыдущие гипотезы, стоит в том, что, вот, если взять опять эти гипотезы со стороны того, как они опровергались. То есть, вот в первой гипотезе получалось так, что, если эдес чувственный, чувственно воспринимаем, да? То получалось, как бы, вот мы начинаем эдес, допустим, мы начинаем эдес дробить, да? То там возникал противоречие между тем, что чувственное воспринимание эдес-то может дробить, а мысленное одно, как бы, как бы, с одно. То есть, одно-то ведь мыслится. То есть, а множество, как бы, множество, допустим, множество мы разместили в самом восприятии, а одно мыслится. То есть, всякий раз возникало противоречие между тем, что мыслится, и тем, что, как бы, наблюдается восприятие. И точно так же в мышлении противоречие состояло в том, когда ты вот говорил о том, что… Почему многие состояли из мыслей, и либо мыслили все, либо, хотя и состояли из мышления, но были лишены мышления, да? Потому что там возникало возражение как раз со стороны понимания вот этих многих, как неких чего-то… каких-то вещей. То есть, если мы мыслим, что эдес является мыслями, то есть, там был, как бы, наоборот, там было понятно, что такое эдес в смысле одного, да? Потому что эдес – мысль, и в этом никаких проблем не было. Тогда возникало возражение со стороны того, что вот тех эдесов, которые, как бы, мыслились, как чувствую воспринимаемый образ. Да? Получилось, что, как бы, в самих вещах находились мысли. Потому что речь нашла ведь о сущих идеях. То есть, каждый раз вся проблематика состояла в том, что вот изначально вот это вот развлечение не сделано. Если бы его сделать, то никаких проблем бы не было. Но поскольку оно не сделано, вот возникали такие вот, как бы, каждый раз возражения с другой стороны. Когда речь заходила о чувствно-воспринимаемом аспекте, возникало возражение со стороны мысли. И наоборот, когда речь заходила о мысли, возникало возражение со чувствно-воспринимаемых аспектов, да? Вот, с эдесов, которые чувствуют. И вот, чтобы эту проблему решить, как раз возникает третья гипотеза, да? Где возникает образец. Потому что для чувствно-воспринимаемых эдесов образцы будут точно так же чувствно-воспринимаемы. А для мысленных эдесов образцы точно так же чувствно-воспринимаемы. То есть, мысленные. вообще речь идет о подобии соответственно это происходит пролиферация эйдеса по соответствующим своим свойствам они как бы здесь разделяются в силу того, что речь идет об образце и соответственно о подобии но тогда опять же здесь возникает регресс бесконечности потому что подобие если у нас есть многое которое чему-то подобно подобно эйдесу то вот это отношение подобия, оно симметрично и много подобно эйдесу и ирис подобен многому поэтому здесь опять же можно найти нечто между ними общее и опять эйдесы начнут размножаться новое эйдес и опять возникает движение бесконечности регресса то есть на самом деле вот эта третья гипотеза это не нечто с потолка взятое она взята из самой возможности логики логика давайте как бы общую логику попробуем нарисовать что получится вот так вот у нас есть два вида эйдеса эйдес чувственно-воспринимаемый и эйдес мысленно эйдес чувственно-воспринимаемый к нему приобщается многое и как бы он сам есть одно и так же точно эйдес мысленно но пока они объединены вот если они объединены то проблему никак не решили вся проблема состоит на самом деле не здесь находится где ее пытается решать не в соотношении многое одно одно он потому что отделен а многое потому что он к нему приобщается приобщается все остальное проблему не решить проблему надо в другом месте решать вот здесь надо было надо просто как-то переформулировать что такое есть эйдес только в том при переформирующем того что представляет эйдес то есть различие надо произвести в эйдес то есть здесь найти вот это исходное разбиение И, собственно, диалог, на самом деле, по моему пониманию, он посвящен вот этому, да, вот тому, чтобы установить, на самом деле, что для того, чтобы вообще проблему решить, надо сами эйдесы разбить. Разбить на два вида. Но разбить их можно, на самом деле, и вообще вся проблема решается только в том случае, если введены понятия рода и вида. Род и вид. Потому что вот разбиение, которое вот здесь происходит, на эйдес, оно должно пройти вот по этому критерию, по роду и вида. Потому что только с позиции рода и вида как раз многое и одно перестает друг другу противоречить. Потому что какой-то род он является одной, и приобщается к нему многое в смысле вида. То есть вот это отношение, если вот здесь уже возьмем род, вот род поставим, да, эйдес как род, то одно он просто потому, что это род, а многое потому, что это вид. То есть возникает вот это вот отношение рода и вида, и все становится на свои места, вся проблема решается. И самое интересное, я вначале думал, что Блатон просто не понимает этого, а понимать это начинает только арестует. А арестует уже вводит в два вида сущности. Первая сущность у него есть. Первая, это вот единичные вещи, да? И вторая сущность, это как раз роды и виды. Ну, в смысле, это тоже как бы виды, но это конкретные виды, а тут виды имеют в виду виды родов. Вторая сущность. То есть вот арестует как бы это разбиение делает, и получается, что все становится на свои места. Так вот я думал, что Блатон этого не понимает, а потом в тексте нашел, что вначале задачу Сократ ставит свою, он ссылается на роды и виды, он прям и говорит, что как бы вот если бы сами роды и виды бы имели, ну как бы соотносились с противоречивыми, вот это было бы удивительно. И в конце докла, и в конце как бы всего, ну вот начало диалога, да, вот когда приходят они к некому там, к некой опоре, опять же возникает разговор, про них говорить, что для того, чтобы всю эту проблему решить, и для того, чтобы возражать там возможным отсюда людям, которые начали говорить о том, что вот эйгерсов не существует, или начали говорить о том, что там они непознаваемые и прочее, необходимо было бы начать разговор о родах и сущностях. То есть иначе говоря, получается, что в диалоге как бы ответ есть, просто он явно не высказан. Причем как бы там даже как бы так намек такой есть, что если бы было бы много людей, то и высказывать его было бы нельзя. То есть, возможно, здесь вообще речь идет просто о некой, так сказать, ну, я не знаю, там, аристократической такой уловке, да, там, что не стоит как бы перед народом там рассказывать некие как скровенные знания. Но тем не менее, как бы Аристотель является учеником Платона, и возможно, как бы вот это вот развлечение уже как бы есть у Платона, просто Аристотель его просто воспроизвел. Вот такое движение. Еще получается на самом деле, что все три философа, Пальменид, Платон и Аристотель, они встают в одну линию. То есть, получается, есть некая динамика. То есть, сначала обнаруживают мышление одного, как бы, Пальменид, но он делает это хитро. Он говорит о том, что кроме... Существует, собственно, одна идея, да, одно. Существует только одно. Одна идея, одно. Все есть одно. Как бы, одно, тут находится и мысль, да, мысль. Одна мысль существует, все исходит из этого. Потом возникает, как бы, это, что все-таки мыслей-то много. Много мыслей. Много мыслей. Ну и, соответственно, значит, и одно, не одно, да, как бы, тут тоже много идей. Много идей. А потом возникает, как бы, вот движение последнее, где, на самом деле, эти много идей тоже разбиваются, да? То есть, вначале как же возникало? Возникало вообще нерасчерненность. Как бы, вот, линии, которые я здесь пробил, Пальменид между мыслью и чувственностью, да, чувственным восприятием. Он же как сделал? Он сказал, что мысль одно, а все остальное это к относению к чувству. Вот здесь, как бы, уже, оно сделано более подробно, да, там, что это, как бы, здесь надо было бы провести по линии эйдеса. То есть, вот те эйдесы, которые чувственно воспринимаемые эйдесы, да, это, на самом деле, надо было бы назвать чувствами, чувствами, это чувственные образы, то, что мы называем образами сейчас. А те эйдесы, которые мысленные эйдесы, мысленные эйдесы, те надо было бы назвать, сейчас мы их называем понятиями. Понятиями. Надо было такое произвести деление А дальше надо было не просто такое деление Надо было внутри понятий Найти роды и виды и категории То есть еще одно деление сделать Есть некое общее движение Разбиение Сначала простая мысль Потом возникает много идей Потом возникает внутри идей еще более понятное Разбиение на роды и виды и категории Вот такая логика Ну хорошо. Люди, они интересны? Ну ничего, ничего, надо посмотреть. Можно тоже рассказать как-нибудь. Можно пока это семинар про него на говицы напомнишь? Семец по ним год продолжался.